Грета Гарба. Шведская американская актриса. Грета Лависа Густавсон родилась 18 сентября 1905 года в Стокгольме. Она была третьим ребенком в семье Карла и Анны Густавсон. В 1920 году ее отец, с которым девочка была очень близка, умер от туберкулеза. Грета была вынуждена бросить школу и пойти работать. Первые деньги она заработала, помогая в парикмахерской, и затем работала в стокгольмском универмаге, параллельно позируя для рекламы в газетах. Первый раз она появилась перед камерой, снимаясь для рекламных роликов универмага, в котором работала. В конечном итоге на нее обратил внимание комедийный режиссер Эрик Пэтчер и приложил девушке маленькую роль в своей новой картине «Петер Бородяга» 1922 года. Все трех картины актриса была упомянута под своим настоящим именем. С 1922 по 1924 годы Гарба училась актерскому мастерству в театральной школе при Королевском драматическом театре Стокгольма. Ее соучениками были Мими Полок и Альф Шоберг. Там она познакомилась с режиссером Моррисом Стиллером. Он лично занялся ее обучением, придумал девушке благозвучный псевдоним Гретта Гарба и пригласил ее на главную роль в немую картину «Сага о есте Берлинге». В этой экранизации романа Нобелевского лауреата Сельме Лагерлёв актриса снялась в паре с шведским актером Ларсом Хансеном. Игра Карпа произвела впечатление на Луиса Майера, стоявшего у истоков Медра Голдвидмайер, и он предложил актрисе и Моррису Стиллеру работать на его киностудии. Впоследствии, по мере того, как известность Гарба росла, отношения актрисы с первооткрывателем ее таланты испортились. В 1928 году Стиллер был уволен и умер вскоре после возвращения в Швецию. В этот период окончательно сформировался образ актрисы. Из пухлой продавщицы Гарба превратилась в прекрасного сфинкса, и с тех пор этот облик стал прочно ассоциироваться с ее именем. Наиболее известными немыми картинами Гарба были «Поток» 1926 года, «Плусть дьявол» и «Любовь». Оба 1927 года. В последних двух фильмах она снялась в паре с популярным актером тех лет Джоном Гилбертом, с которым у актрисы был роман. Они собирались пожениться, но Гарба в последний момент передумала и отменила свадьбу. Кроме того, ходили слухи о романтических связях актрисы с женщинами. В списке ее предполагаемых любовниц числились актрисы Луиза Брукс и обязательницы Мерседес де Акоста. Также у нее были периодические отношения с британским фотографом-гомосексуалом Сосилом Биттеном, о чем рассказали его опубликованные дневники. Снимаясь с ним в кино, Гарба достигла вершин популярности. Она была одной из немногих актрис, которые успешно переключились на звуковые фильмы. Однако руководство студии довольно долго задерживало этот переход, беспокоясь о том, будет ли положительной реакция зрителей, когда шведский сфинкс заговорит. Ее последним дневным фильмом стала картина 29-го года «Поцелуй». Тревога руководства была напрасной. Ее низкий хрипловатый голос с небольшим шведским акцентом в фильме «Анна Кристи» 30-го года по пьесе Юджина Унилла моментально завоевала любовь публики. Фильм вышел на экраны под слоганом «Гарба говорит». В 31-м году «Гарба» снялась вместе с Кларком Гейблом в картине с Юзен Ленокс «Падение и взлет». Это был их единственный совместный фильм, и причиной тому была взаимная неприязнь актеров. Гарба считала игру партнера топорной, а Гейбл в ответ обвинял Гарба в снобизме. Далее последовали работы в фильмах Мата Хайри, где актриса исполнила роль легендарной шпионки времен Первой мировой войны, и «Гранд Отель» – этот фильм в 32-м году был удостоен премией «Оскар». Затем какое-то время Гарба не снималась из-за конфликта относительно условий ее контракта. В конце концов, руководство MGM уступило и составило новый контракт, который представлял Гарбу исключительные права. Она планировала вернуться в кино после окончания Второй мировой войны, но этому намерению не суждено было осуществиться. После ухода Гарбы из кино, Марлен Дитрих написала своему мужу письмо, содержащее следующие слова. «Я слышала, что Гарба ушла из кино. Ну что ж, я рада. Теперь я осталась одна». За исключением самых ранних лет своей кинокарьеры, Гретта Гарба редко давала автографы, избегала публичных мероприятий, не присутствовала на премьерах своих фильмов, не отвечала на письма фанатов и не давала интервью. В 1951 году актриса приняла американское гражданство. В 1953-м переселилась из Калифорнии в Нью-Йорк. В этом городе она купила 7-комнатные апартаменты на Манхэттене по адресу 450 Ист 52-я стрит, где и прожила до конца своей жизни. В 1954 году получила почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства. Гарба отказывалась сделать какие-либо публичные появления на голливудских вечеринках, но зато активно путешествовала в кругу своих близких друзей. Она часто ездила в Западную Европу в компаниях Джорджа Шлея, Сесиль де Ротшильд и Сесила Биттен. Отправлялась в круизы по Средиземному морю, организованной Аристотелем Анасисом. Отдыхала на яхте семейства Ротшильдов. В летнее время Гарба часто проводила в шейцарском горном курорте Клостерсе. Актриса никогда не была замужем и не имела детей. В нюнерском обществе она была известна своими длительными пешими прогулками по городу, которые она совершала, надев большие солнцезащитные очки. Начиная с 70-х, актриса стала излюбленным объектом папарацци, которые постоянно ее выслеживали, желая запечатлеть на пленку постаревшую королеву Голливуда. Они не оставили ее в покое вплоть до самой смерти, засняв весной 1990 года тяжело больную актрису, садящуюся в карету скорой помощи. 15 апреля того же года Грета Гарба скончалась от пневмонии и почечной недостаточности в одной из частных клиник Нью-Йорка в возрасте 84 лет. Ее тело кремировали и после долгих судебных тяжб в 1999 году похоронили на кладбище Скокс Чурка Гордон, недалеко от Стокгольма. Сенсацией стала информация из рассекреченных архивов спецслужб США о том, что Гарба была их тайным агентом. В годы Второй мировой войны участвовала в антивашистском сопротивлении, в частности, спасении евреев, проживающих в Дании.